Легендарная буханка известна многим. Эту лупоглазую мордочку узнают сразу. А если мы посмотрим сбоку, знакомьтесь, УАЗ-451Д, или как его любовно называли в народе, головастик. В 1954 году Ульяновский автозавод получил от государства задание разработать фургон на базе армейского внедорожника ГАЗ-69. Так на свет появился 450-й УАЗ. Но помимо этого конструкторам предписывалось создать малотоннажный городской развозной транспорт грузоподъемностью чуть больше тонны. Так и получился головастик. Но главное, это первая заднеприводная модель Ульяновского автозавода. Четыре ведущих колеса в городе явно лишние. Вот и решили изменить конструкцию. Выпускать этот автомобиль начали в 1961 году. Здесь своя рама, нет раздатки. А чтобы решить проблему развесовки, мотор сместили немного назад. Кстати, это двигатель от 21-й Волги с небольшими изменениями. Четырехцилиндровый объемом 2,5 литра, мощностью 70 лошадиных сил. В салоне почти ничего нет, зато светло. Все отделано металлом. В отличие от буханки, рукоятку четырехступенчатой КПП перенесли под руль. А это, знаете ли, куда удобнее. В дороге можно обойтись без акробатики. Максимальная скорость таких УАЗиков невелика около 95 км в час. Зато в движении автомобиль легкий и управляемый. При резком торможении кажется, что он вот-вот клюнет носом, но нет, ничего не происходит. Правда, если по-честному, машина тесная. И как бы воздуха в ней не хватает. Зато зимой тепло. Точка есть. УАЗ-451Д – это первая модель, разработанная ульяновскими конструкторами, без учета требований Министерства обороны. То есть для простых гражданских людей. А если выражаться современным языком, это был первый коммерческий транспорт СССР. Конечно, ни про какой малый бизнес речи тогда не шло. Но небольшие и экономичные развозные грузовички были очень необходимы. Модель выпускали до 1965 года. До наших дней дожили буквально единицы. Всё-таки рабочая была машина. Наш экземпляр мы нашли в музейном комплексе гражданской и военной техники Верхней Пышме. Кроме бортовой модификации, на конвейере были микроавтобусы и цельнометаллические фургоны. Но именно головастик лучше всего прижился в народном хозяйстве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова